как выжить одинокому доброму порядочному человеку наше время привет друзья вы находитесь на канале есть как есть и сегодня мы снимаем продолжение одной очень интересной истории эта история про марину григорьеву художника и очень интересного человека который попал в очень сложную жизненную ситуацию зимой мы снимали ролик про пенсионеров и было очень много комментариев и один комментарий был очень интересный он не просто интересный он был он нас зацепил мы вообще были поражены этой истории и сняли об этом ролик это марина живу в таллине пенсия по инвалидности 45 лет отработана педагогического стажа советское время работала в разных республиках тогда все был союз потом вернулась в эстонию служила в армии пять лет потом в 90 и все потеряла после 90-х после 30 лет жизнь заново началась с нуля вышла замуж открыла две фирмы 20 лет в течение каждого месяца платила по 1000 долларов потом евро налогов ежемесячно за 20 с лишним лет вышло около 300 тысяч евро налогов муж умер 20 лет назад за него и я платила налоги и он работал до последнего попала в реанимацию из 45 лет педагогического стажа все почти вычеркнули сказали вы преподавали в россии пусть россия платит работали в крыму в восемьдесят шестом году с чернобыльцами пусть якобы украина платит потом армию якобы вообще пять лет никто не зачтет но почему и мою фирму урезали это вообще непонятно в результате из 45 лет стажа и 300 тысяч евро налогов эстонскому государству якобы пенсия мне положено лишь к 67 годам и только народная к врачам не попасть поэтому попала лишь в реанимацию а там в кому но выжила всем врачам которые ввели препараты несовместимые жизнью на зло и и тогда все же дали 500 евро пенсии по инвалидности из них 200 евро кредит после смерти мужа пришлось заложить заплатить его родственникам 300 евро зимой квартплата вот и вся пенсия телефон интернет питание лекарства платные врачи приходится после больницы последствия разгребать детей не родила работала всю жизнь круглосуточно налоги платила муж умер питаюсь святым духом вешу после 60 лет 40 килограмм насчет зубов спросила в соц отделе сказали есть льготы только тем кто достиг 67 летнего возраста вот так и живем в таллине вот так и живем человек один ему некому помочь единственный кто пришел на помощь в то время это были ее ученики и мы тоже в свою очередь решили помочь марине и сняли этот ролик чтобы поддержать как то этого человека чтобы ну что у нас в общем то и получилось очень много людей написали добрые искренние поддерживающие комментарии кто-то купил картины а кто-то и помог материально вот елена нас это наша подписчица она встретилась с нами в алании передала деньги 300 евро и лекарства для поддержания в общем здоровья и это очень было приятно так необычно что человек хочет помочь материально причем она сама не богатый человек обычный простой человек который просто проникся этой истории захотел поучаствовать в этом мы сейчас пиццерии встретились огромное вам спасибо я прошу прощения может как-то в ролике так смотрится но я не хотела не жаловаться ничего не у кого просить просто констатировала факты как бывает в реальной жизни не очень неудобно но я пытаюсь на эту пенсию жить слава богу а то могло бы и это и не быть просто если кому-то интересны картины я тоже не навязываю но можно было бы приобрести что-то из картина не написаны с душой и раньше у меня пока я работала в галерее и очень много покупали и все были довольны а сейчас к сожалению продавать негде галереи уже не работает благодарю вас огромное вам спасибо но я честно не хотела ни у кого ничего просить никогда не просила и сама всю жизнь помогала просто так неожиданно все поменялось после больницы но хоть пенсия есть и слава богу олени и олегу большое огромное спасибо они хотели как лучше с лекарствами я тоже ничего не понимаю просто перестала принимать что мне давали в таллине и стало полегче а какие лекарства помогают так и не поняла поэтому ничего не понимают покупаю лишь пищевые добавки для печени для легких леночка еще раз благодарю лени и олегу огромный привет приеду в таллинг пусть позвонят если будет время ну так душевно так приятно и я хочу передать марине приветствия и небольшую денежную помощь поддержать хочу марину и желаю большого человеческого счастья крепкого здоровья и надеюсь когда-нибудь может быть вы приедете тоже в аланию отдохнуть и познакомиться всего вам доброго до встречи да вот это то что передала елена спасибо огромное надеюсь понравится если бы еще знаете вам недалеко ехать я бы больше могла формат сделать вот но больше я боюсь что довести трудно но марина она сразу они переписывались между собой по ватсапу и марина сразу нет я не приму эти деньги я ни в коем случае не могу но если только в том случае что я вас могу отблагодарить чем-то и она нарисовала вот за нашей спиной вот нарисована картина с лошадями вот она сказала что я тогда в свою очередь вас отблагодарю и нарисую эту картину и вот мы эту картину сейчас должны каким-то образом довести до алании и передать елене мы очень надеялись она у нас войдет в чемодан но нет она не входит кстати вот вторая картина которая здесь эта картина для нас мы тоже надеялись ее перевести в аланию и даже место для нее уже определили там эта картина на ней нарисован старый таллинн и это было бы нам очень приятно смотреть на нее в алании и вспоминать то что у нас есть наш замечательный таллинг который всегда хочется тоже теперь мы будем просить наших друзей которые едут на машине и надеюсь что они согласятся довести эти картины до алании а еще мы очень рады что у нас есть youtube канал благодаря которому мы можем чем-то кому-то помочь людям например которые попадают в такую сложную ситуацию как марина ну ситуации бывают конечно разные нас тоже много просят о помощи но бывают такие ситуации комические ну допустим ну я очень быстренько расскажу что ну допустим человек покупает квартиру там но была у меня такая одна переписка что человек пишет я вот работаю на севере я купил квартиру в саларе поезжайте туда и снимите для меня как она строится как она строится но вы горит все равно нихрена не делаете знаете вот человек когда тебя полностью вот так вот обесценивает так прям там очень хочется для него это поехать и поработать пару дней вот он там работает а это у нас не работа оказывается вот такие как такую помощь конечно мы оказывать не будем вот а если вам есть что рассказать поделиться или вы хотите какой-то помощи чтобы о вас узнали и другие люди мы всегда рады прийти на помощь в данном случае мы очень рады что вот марине все-таки кто-то помог и кто-то помог материально кто-то приобретает картины если вы кстати хотите приобрести какие-то картины тем самым помочь марине это не реклама сейчас потому что мы с этого ничего не имеем это чисто наша помощь для марины то есть тогда вы можете просто зайти на фейсбук марина григорьева город таллин там будут все координаты мы вы можете списаться с человеком также там выставлены картины и и очень много фотографий картина под видео мы оставим контактный номер вы можете созвониться через ватсап вы сейчас задумайтесь как часто вы делаете добрые дела ведь добрые дела не обязательно передавать деньги материально помогать ведь помочь можно даже даже простой человек который не имеет практически ничего он может другому человеку помочь словом это тоже мотивация мотивация человеку жить дальше верить в людей верить во все хорошее этого сейчас так мало так что каждый из вас может сделать доброе дело мы свою очередь делаем свое вы делаете свои добрые дела а есть сейчас это очень кстати необходимо потому что человек болеет болеет очень серьезно и когда кстати когда какой-то незнакомый человек тебе позвонит и скажет какие-то теплые слова но жизнь начинает совершенно по другому уже настроение всегда влияет на на здоровье поэтому делайте добрые дела не забывайте подписываться на наш канал тем самым сделав тоже доброе дело молодец да мы будем очень этому рады и пока 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 я так смотрел на тебе